В этом году празднование посвятили 220-летию храма Покрова Пресвятой Богородицы, который находится в станице. Это первая церковь, которую построили казаки на Кубани. На открытие фестиваля приехал и губернатор края Александр Ткачев. На главной площади этнокомплекса он поздравил всех гостей и участников праздника. Атамань – это на самом деле как музей под открытым небом, где все – и история, и культура нашей Кубани, и песни, и пляски, и кухня, и все, что очень трепетно для нашей кубанской души. Около трех миллионов человек за эти пять лет побывали здесь. Именно в этой земле, несколько сотен лет назад, наши предки, запорожские казаки, впервые вступили на эту благословенную землю. И прежде всего начали свой быт, свою жизнь построение храма. Потому что великий казачий народ, кубанский народ всегда жил с Богом. Мы хотим знать, как нажили наши предки, как они воевали, какие были обычаи и традиции. И все здесь, в этой маленькой станичке, вместилось то, что мы создали этот музей усилием огромного количества людей. Мы сделали одно большое замечательное дело. Мы приобщаем своих детей, своих внуков к нашей истории. 222 года назад в эти дни на берегах Тамани высадились первые казаки, которыми Екатерина II пожаловала в вечное пользование кубанские земли. В память о них на площадь Тамани вынесли знамя кубанского казачьего войска, а почетный караул пронес казачьи регалии.